дорогие друзья всем привет здравствуйте участники golden time талант я вас приветствовать мы как и обещали будем вас знакомить с нашими замечательными членами жюри так вот сегодня у нас на связи лос анджелес америка и замечательный человек игорь так что встречайте он с нами на связи и да все видно здравствуйте игорь евгеньевич представлю вас еще раз вы кинокритик социолог кандидат наук общественный деятель еще много-много я знаю что вы написали много замечательных книг 15 книг одна из них это исповедь иностранного агента в принципе я вам принципе дальше покажу книгу вот у нас есть ссылочка ну сразу поздоровайтесь нашими участниками здравствуйте дорогие вы восхищаете меня своей смелостью масштабами и добротой к людям то что вы делаете нес это это не уникально в этом мире благодаря техническим способностям но это уникально благодаря вашим порывам человеческим вы нашли правильную дорогу молодцы благодарю благодарю родные расскажите пожалуйста вот замечательные книги которую вы написали мы сейчас ее принципе покажем выведем на экран это вот где можно и приобрести это иностранного агента о чем книга и вот чтобы люди могли при купить почитать бросил ссылочку где можно ее приобрести кстати самые лучшие участники у нас когда будут получать книгу в подарок от игоря евгеньевича так что расскажите что именно в этой книге но она не так замечательно как поучительно я бы назвал бы ее исповедь сына века если бы альфред мюсени написал эту книгу таким же названием несколько лет назад столетия или или больше это вообще печальная книга потому что это моя жизнь которая кончается к сожалению не в россии на моей родине которая посвятил свою жизнь сознательно от первых компионерских отрядов до последнего дня а в америке я здесь как иностранный агент я здесь как политический беженец к сожалению а сколько вы уже находитесь в америке скажите да с 2008 года я преподаю здесь в университете чапман социологию кино и курс советская цивилизация от ленина до путина до 2010 года я уже полностью переехал сюда и фактически 10 лет я поняла в принципе книгу получит еще раз повторяю тем кому вы посчитаете нужным и выделите мы подарим книгу нашим участникам ты получил может быть гран-при или не только так что golden time подарит вашу книгу нашим участникам это самое главное расскажите мне пожалуйста я знаю вы организовываете кинофестивали ну очень громко сказано хотя в моей деятельности давние времена в расцвете нашей как бы сказать поточнее в начале 90 в конце 80-х в начале 90-х когда открыли вдруг ворота занавеси когда мы увидели весь мир мир увидел нас мы очень много делали в союзе кинематографистов с лимом климоном мы создали с ним американо-советскую кино инициативу первую в россии международную общественную независимую от государства организацию с отделением в америке это american soviet филмен решать и прямые контакты голливуда советским тогда еще не кинематографом а сообществом кинематографистов живыми людьми и тогда мы организовали с 89 года кстати решение об учреждении этой организации принимала полетбюро три раза и три раза отклоняло очень протестовал там один ярый советский член полетбюро и очень поддерживал яковлев в конце концов восемь девятом году вен 31 декабря ее на заседании полетбюро разрешили утвердить и открыть так вот за три года существования американо-советской кино инициативы мы провели столько фестивалей и в америке гласность фестиваль гласность который больше года объездил все основные штаты америки и лёня гуревич который его организовывал мой друг и знаменитый документалист это сделал просто блестяще интеллигентно грамот открыл америке россию с помощью документального кино и потом были в фестивале у нас это было золотое время и все оно описано в этой книге эта книга в общем не мемуарная это биография человека который начинал с председателя дружины пионерской в 47 школе в одессе потом членом городского совета студенческого которые мы создавали первый студенческий совет потом инструктором горкома комсомола потом участником комсомольской стройке как это называлось вспомню меня вызвали в тк комсомола в москву прямо сняли судно с башкирии которая отправлялась скандинавские страны с хрущевым с правительственным визитом перед самым визитом я сказал нет я поеду на ударную комсомольскую стройку и уехал в москву оттуда в каратау где провел полтора года на удар на комсомольской стройке оттуда в Афгик а в Афгике я выбрал меня пригласили прямо в аспирантуру потому что пока мы там были в каратау мы провели вместе с юрой гусевым секретарем комсомольской организации первое социологическое исследование вкусов и интересов жителей поселка каратау сколько извините друзья пока у нас и игорь евгеньевич мочку я вам ссылочку сбросила на книгу которую можно приобрести и почитать я как раз говорю что я сбросила ссылочку вы можете посмотреть под нашим постом фейсбуке уже есть ссылка где можно приобрести книгу как и в печатном виде экземпляре так и в электронном виде да с моей подписью ой с удовольствием если это удастся так вот жизнь конечно удивительно интересно потому что это было такое время его называют как лихие лучшее время нашей жизни когда люди порядочные я себя отношу порядочным просто порядочным людям возможности осуществить те планы и идеи которые были связаны с родиной которые хотели не готовят ставили свою целью реализовать то что должно было произойти как мы видели как должно быть здорово когда мы свободны в социалистической прекрасной стране которая принадлежит нам я должен сказать что эти несколько лет особенно первые в союзе кинематографистов с лимом климовой дружной команды перестройщиков я сделал больше за три года чем за всю предыдущую жизнь просто вот по замыслам и по всему и все это в этой книге игорь евгеньевич а скажите мне пожалуйста по поводу фестиваля еще он вы говорили что будет проходить у вас фестиваль вот скоро когда это вы уже прямо перепрыгиваете к сегодняшним дням это то что я делаю здесь в Лос-Анджелесе это American Asian World Film Festival это международный или мировой всемирный кинофестиваль стран Азии куда входит Россия естественным образом Якутия Бурятия весь этот зауральский регион и этот фестиваль придумал Джордж Джесс Шамшун ливанский режиссер живущий в Америке много лет американец естественно автор более 40 фильмов член большого богатого семейства в Ливане которое вложило деньги в университет и в образовании уникальный интересный человек меня с ним познакомил когда-то Олег Видов и я был членом жюри его монахского кинофестиваля а потом он создался уже шесть лет тому назад здесь в Лос-Анджелесе в Калвер-Сити окно в Азию так он назвал этот фестиваль и эти фильмы действительно поражают в первую очередь меня потому что я впервые узнаю что такое Камбоджа Пакистан Тибет эти далекие странные экзотические регионы где живут люди живут и их имя им легион их больше чем нас и где живут потрясающие интересные люди они говорят своим простым еще не тем кинематографическим языком Гадара Антонионе Эйзенштейна и Тарковского они говорят так что иногда просто это даже не язык это картинка это окно в их интереснейшую и очень тяжелую жизнь надо сказать и я считаю своим долгом участвовать в этом фестивале на этом фестивале всеми своими возможностями и способностями я представляю русский регион российские фильмы вот мы Федьку Чеснока показывали по моему настоянию он получил этого самого сибирского белого снежного барса как первую премию мы делаем очень много для того чтобы привлечь университетскую молодежь здешнюю чтобы смотреть фильмы которые не конкурируют с коммерческими поскольку они как я уже сказал но я постараюсь добиться того чтобы университетские странноведческие курсы включали эти просмотры как учебные пособия и это грандиозная работа Игорь Евгеньевич спасибо огромное за информацию Я ваш голос потерял Слышно сейчас? Пропал голос Сейчас слышно? Связь Это Владимир Маягина? Слышно меня? Нет? 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 Еще раз? Слышно? Вы отключили микрофон? Еще раз включите пожалуйста Игорь Евгеньевич, еще раз включите микрофон, пожалуйста Не слышно Не слышно? Вы отключили микрофон? Игорь Евгеньевич, еще раз микрофон включите, пожалуйста Или перезайдите по ссылочке, которую я вам отправляла заново Не слышно Друзья мои, пока Игорь Евгеньевич настраивается, не слышно вас, не слышно Вы отключили микрофон? Да, окей Сейчас, пока он зайдет, я вам еще раз покажу замечательную книгу Которую стоит Вот Которую стоит приобрести, почитать и услышать этого замечательного человека Пока подключается Игорь Евгеньевич, мы его ждем Хотелось бы спросить, конечно, как обстоят дела с коронавирусом В нашем Лос-Анджелесе, в Америке, как они с этим борются Мы зададим сейчас вопросы Сейчас ждем по ссылочке, может быть, зайдет еще раз Он и присоединится Замечательный человек, друзья Замечательный человек, сейчас я отправлю ему ссылку Еще раз, чтобы он, в принципе, зашел Сейчас, одну секундочку Если у вас есть к Игорю Евгеньевичу вопросы То, в принципе, задавайте Мы сейчас в прямом эфире, друзья Зададим Ну, стоит отметить, что Сейчас Друзья мои, еще раз отправим ссылку Чтобы он присоединился к нам Задавайте вопросы, которые у вас есть Кто из вас собрался уже в Лондон, друзья? Зайдите заново Друзья, кто из вас собрался в Лондон? Мы вас ждем Готовим документы И, в принципе, едем Надеюсь, что 4 октября Все вирусы и коронавирусы закончатся Хотя в Лондоне закрыли школы до сентября месяца Но сейчас не стоит унывать Сейчас можно выиграть бесплатное участие В Лондонском фестивале Что для этого нужно? Это нужно подать заявочку Принять участие в дистанционных конкурсах Которые у нас проходят Все время и ссылки я вам выставлю Выложу, в принципе, под Фейсбуком Еще раз заходите, присоединяйтесь Участвуйте Выигрывайте Пускай вас все Весь мир увидит по штабам И, в принципе, ждем Я говорю, что-то не может зайти Наверное, в принципе, в Америке, Лос-Анджелесе пропал интернет Ну, давайте подождем немножко Вы знаете, что многие у нас А, вот, хотела вам рассказать про участницу Которую пригласила президент ЮНЕСКО Наталью Жишко с Украины И она будет принимать Она бы уже могла принимать участие Но перенесли это с вирусами на осень Президент ЮНЕСКО сделает нашей Наталье Жишко В выставку персональную, картин Так что, друзья, присылайте свои картины Присылайте свои музыкальные произведения Пойте И вас обязательно заметят Тем более, у нас, вы знаете, замечательные члены жюри Есть, они же и продюсеры Которые, в принципе, могут сделать вас звезду Сейчас, прошу прощения Ждем Час наш Лос-Анджелес подключается Что-то, наверное, были сбои Так, у нас есть вопросы Эту книгу он сам написал Да, конечно, друзья, книгу он сам написал Таких же 15 книг Исповедь иностранного агента Стоит почитать Вы знаете, почему Зачем Так что, читайте, в принципе Вот Игорь, по-моему, сейчас на связи Игорь Евгеньевич Здравствуйте, родной Вы подмонтируете или все, зачем? Нет, не надо, все Мы в прямом эфире, дорогой Игорь Евгеньевич Так что, давайте будем продолжать Мы хотели у вас спросить За фестиваль, в принципе, спросили Когда приезжать к вам на фестиваль И как попасть У нас есть молодые участники Которые хотели бы, в принципе, короткометражки Прислать к вам Можно ли это Я думаю, можно Я думаю, можно Фестиваль у нас с 4 по 14 ноября Пока сроки не менялись Может быть, что-то придется уточнять А прислать можно на мой адрес И я тогда, соответственно, представлю это Нашему правлению И сделаю все, что можно Спасибо огромное, друзья Так что присылайте свои работы Мы ссылки выложим, в принципе, под нашим интервью Вы узнаете Или на команде Golden Time Мы тоже все перешлем Игорю Евгеньевичу Или в то же самое Можно сказать, что на прямой кубике Хотели задать вопрос У нас сейчас мировой кризис Это идет вирус Коронавирус Вся планета сидит Практически на полной изоляции На фронтине Ваше мнение Как у вас обстоят дела в Лос-Анджелесе Как вы боретесь с этим Расскажите, пожалуйста Ну, во-первых, Лос-Анджелес Это ведь конгломерат Муниципалитетов Растянутые вдоль океана И до гор У нас очень большая рассредоточенность Нет кучности, нет толпы Во-вторых, люди в основном Передвигаются на автомобилях Или в силу хотя бы вот этих причин Поэтому разгонять толпы не приходится Демонстрации у нас тоже пока не предвидится Вот, может быть, с выборами Что-то произойдет Страна раскалывается На два враждующих В лагерях Но пока очень тихо-мирно Люди очень дисциплинированы И поскольку главное лекарство От коронавируса Это изоляция Сидеть дома А у всех свои дома И квартиры довольно приличные То все сидят дома Я, например, и не думаю выходить У меня вот за окном океан Просто полотенце на плечо И пошел окунулся Здорово! Это удобно А еду нам привозят из Daycare Group Есть такая организация В Америке вообще очень много Уделяют внимание людям пенсионного возраста А я, к сожалению, уже отношусь к этой категории Вот через полчаса сейчас раздастся звонок Ими привезут горячую еду На сегодня Они привозят каждый день Здорово! На развозе Здорово! Так что здесь Паники особенной нет Но вот моя дочь прилетает сегодня в 10 утра Из Японии Я не знаю, будет ли у нее брать тест Если нет, то она сядет на карантин На 14 дней Будет сидеть дома Пока не выяснится, что все в порядке Нет, у нас паники нет Конечно, это чудовищное испытание для всего человечества Это как бы и первый яркий плод глобализации И первое испытание для глобального мира Который вдруг почувствовал себя семьей Да, у нас мир изменится полностью После выхода из карантина Я уверена в этом тоже Но, друзья, не унываем Не сидим просто на карантине Берем книгу и читаем Пользуемся случаем И участвуем тоже в фестивалях Друзья, тем более, есть, я уже говорила Есть возможность выиграть бесплатное участие в Лондоне Который фестиваль Который пройдет 4 октября Кстати, Игорь Евгеньевич Мы вас тоже приглашаем И если у вас не получится Обязательно вы будете у нас онлайн Сейчас это можно, модно В принципе, принимать участие Так вам милости просим Скажите Очень удобно Я, кстати говоря, хотел сказать Несколько своих замечаний По поводу презентации работ Было бы здорово, если бы вы отнеслись внимательнее к текстам литературным, которые я вам присылаю Я не получил даже возможности прочитать Ту же роман его с помадой Потому что они стали очень быстро И я, не владея быстрочтением Пропустил, я думаю, половину того, что оно было написано Хотя я выдвинул сам в число хороших, удачных работ Но вот тут надо бы как-то вот потщательнее, как говорил Жванинский С презентацией текстов Вот, а все остальное, все остальные жанры Мне очень нравится Вы делаете это все блестяще И то, что есть такая возможность на расстоянии Я не вижу разницы Сидел бы я в зале, смотрел бы на то, что меня представляют на сцене Или я сижу у себя, черт, где на куличках И вижу точно так же Хорошие кулики в Лос-Анджелес Единственное, что тоже, Иночка, очень важно Вот я здесь сижу У меня список работ, фамилия, жанр Иногда название произведения Иногда нет Потом открываю, я вдруг кликаю И у меня на сцене стоит человек Или что-то происходит Вот мне в этот момент нужно бы Либо с бегущей строкой Либо закадровым голосом Повторить название произведения и автора Потому что легче запоминать, понимаете? Поняла, чтобы не переходить, не выходить, не сказать Да-да, это учтем Я поняла, имя, фамилия и автор Произведение В принципе, все время Спасибо за... Что еще вы пожелаете нашим участникам Качественнее снимать видео В принципе, чтобы это была Передача информационная была Качественнее, правильно? Ой, кто как может Пусть снимают, как получаете Я вижу, что это не только в Москве А по всей стране Это гениально То, что любой человек может прислать свою работу Это здорово Но Мне думается, что Как организаторы Вы Я думаю, может быть, у вас это есть Просто дать такой В виде регламента фестиваля Какие-то критерии качества Да? Вот скажем Конечно, то, что родители Хотят послать своих детей То, что взрослые люди думают А что мне не выставить это, предлагают Это здорово Ни в коем случае нельзя перекрывать кислород этим людям Надо encourage их Вдохновлять Но нужны какие-то лимиты Может быть Может быть Стоит ввести Несколько категорий конкурсов Вот конкурс начинающих Кто посылает первый раз И просто хочет получить рекомендации Как на мастер-классе Или как в киношколе Я представляю свою первую работу А педагог начинает ее разбирать по косточкам Не потому, что она получилась очень хорошей Наоборот Потому что она плохая Первая Но она первая И надо посмотреть Как он сделает вторую От тебя Который разобрал это все Будет зависеть Сделает мальчик или девочка Следующий шаг Или мужчина Или женщина Или подумает Да, но я не тяну Профессионал и аматор Профессионал и аматор В принципе сделаем Да, вот это две категории Категории конкурса Начинающие И это можно даже назвать Не конкурс с награждениями А как бы мастер-класс Понимаете И вот мастер-класс Ведет такая балерина Которая покажет Объяснит начинающим Первые, значит Даже не шаги А советы Что делать дальше Понимаете А потом уже конкурс Я бы даже сделал Знаете как Конкурс Бывших участников Чтобы показать Как люди растут Вот мы Награжденных Прошлые разы Предлагаем еще раз В нашем жюри Посмотрите Есть ли прогресс Есть ли движение Ой, это хорошо Очень отличное замечание Мы это все учтем Все это добавим Спасибо огромное Игорь Евгений Что еще Вы пожелаете В принципе Будем заканчивать Наш прямой эфир Время подходит К концу И от нас Вам Хотели пожелать Предков Чтобы Никакие вирусы Нас не доставали Чтобы не было Войны Чтобы было В спокойном мире Чтобы наконец-то Все были здоровы И счастливы Чтобы мы могли Приехать к вам На фестиваль А мы очень хотим Ой, Игорь Евгеньевич Опять пропала Связь Игорь Евгеньевич Вы с нами? Алло Друзья Ну, будем Алло Вы с нами На связи У меня опять Прервали Да Позелайте Нашим Слушателям И участникам И подводим Уже итоги Так что Слушаем вас Меня прервали Снова Да-да Сейчас слышно? Слышите меня? Я слышу Говорите Говорите Я вас не слышу Мы вас слышим Говорите Мы закончили Нет Говорите Говорите Ещё Пожелания Хорошо Всё Друзья мои Всё Всем хорошего настроения До свидания Всего доброго До свидания До свидания Всё, друзья До свидания